Приветствую вас! Смотрите, какая получается интересная вещь. Вы ставите точку в отношениях с мужчиной, не простым мужчиной, а женатым мужчиной. Значит, вас что-то заставляет это сделать. Вас что-то заставило оставить с ним точку в отношениях. Что-то заставило. Значит, ну, давайте для начала попробуем с вами разобраться с тем все-таки, что именно заставило. То есть, если точка была поставлена, значит, что? Ну, наверное, не все гладко у вас с ним было. Если у вас с человеком не все гладко, значит, что? Ну, логично, да? Логично, что имеют место быть какие-то проблемы у вас. Правильно? Ну, либо там между вами проблемы какие-то, либо у каждого из вас есть какие-то свои трудности. Вот. Значит, пока, ну, пока, я надеюсь, значит, все правильно. Пока. Значит, посмотрите, какая штука получается дальше. Вы спрашиваете, могут ли наши отношения возобновиться? Ну, во-первых, помимо того, что вообще, хотелось бы понять, зачем возобновлять отношения с женатым мужчиной? То есть, к которой вот жена, вообще женатый. То есть, зачем и для чего вам женатый мужчина нужен? Для каких целей он вам нужен? Почему вы думаете, что он вас сделает счастливой? Значит, это вот, во-первых, это вот первое, да? Значит, как бы второй момент, второй момент. Вообще-то, вы же с ним расстались по какой-то причине. Что-то вас заставило расстаться с ним, какие-то проблемы. Соответственно, если эти проблемы не решены до сих пор, если эти проблемы еще имеют место быть, да, вот, то, соответственно, даже возобновившись, ваши отношения не будут долгосрочными, потому что, как бы, ну, потому что проблемы не позволят им быть гармоничными. Проблемы не позволят вашим отношениям быть, ну, ну, долго, долго быть в гармонии, как бы. Понимаете, какая штука получается? Вот. И это, конечно, неприятно для вас. То есть, чтобы вам быть в отношениях с мужчиной именно этим, нужно для начала понять, для чего он вам, зачем он вам вообще нужен, почему вы хотите, чтобы ваши отношения с ним, ну, как бы, ну, начались заново, не смотря на то, что они закончились. Вот. И второй момент, это момент такой, Наличие или отсутствие проблем. Что это? Отсутствие или наличие тех факторов, которые повлияли на ваше расставание с ним. Ну, вот. С молодым человеком. Вот. Потому что, если не решена проблема, если вы по-прежнему там обладаете, находитесь в каком-либо конфликте, вот, если у вас есть какой-то напряженный момент, если у вас есть какие-то трудности, если у вас есть нерешенные какие-то проблемы, вот, и вы при этом не готовы идти на компромисс друг другом совершенно, то лучше вам не вступать в отношения друг другом, просто потому, что ничего хорошего в этом не будет абсолютно. Да? То есть, ну, ничем хорошим это не закончится для вас. Именно для вас. Опять будут ссоры, вот, опять будут какие-то недопонимания, ну, и так далее, и так далее. Вот. Если вам это нужно, ну, как бы, ваше право, ваше право, если вам это нужно, вот. Ну, если нет, если вы все-таки хотите счастья, если вы все-таки хотите гармонии и спокойствия, то лучше все-таки, наверное, оставить прошлое в прошлом, да, и как бы идти дальше. Вот. Ну, а если вы свой вопрос адресовали в разделе эзотерики, да, то, соответственно, напишите туда, вам они ответят, потому что, ну, может быть, ваш вопрос, он адресован именно эзотерикам, а не психологам. Потому что слишком мало информации вы дали. Вот. И очень похоже, что вы запрашиваете именно ответ «да», «нет». То есть, не анализ, не рекомендации, не поиск причин, почему вы связались вообще с женатым мужчиной, а именно ответ «да» или «нет». Вот. С таким ответом, с такими забросами именно к психологу не приходят. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.